Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ревентролеплей открывает новый проект, но подождите, не спешите делать свои вот эти вот знаете ли поспешные выводы, вот эти вот все свои сексистские шутки шутить и все прочее делать, нет, подождите, пока что с этим еще рано, еще успеем все это сделать, давайте я вам поподробнее обо всем об этом объясню. Для начала, конечно же, как и любой, это сам ютубер, я должен оправдаться, что это не реклама, но тут это в самом деле не реклама, я вам прям вот бля буду, ну сами посмотрите, кто купит у меня на этом канале рекламу, только наверное какие-нибудь доброжелатели, люди, которые хотят меня как-то поддержать, люди, которым нравится то, что я делаю, мой контент и вот все прочее, наверное только они смогут купить у меня какую-то рекламу и не столько для какого-то пиара, для какой-то конверсии и так далее, нет, просто для того, чтобы меня поддержать. Сказать, о, Данька, привет, там делаешь свои вот эти вот видеоролики и все прочее, вот возьми деньги, пожалуйста, делай побольше, на новенький сампобзор тебе, на новенькие там, я не знаю, к Xiaomi, да, на новенькую видеокарту для сампобзора, для того, чтобы все в 4, чтобы все в 8к отснять, да, что-то наподобие того. Однако, ладно, я думаю, что я оправдался, если вы мне поверили, напишите в комментарии, что вы мне поверили, если вы мне не поверили, то идите нахуй тогда, блять, ну что я еще могу, идите нахуй, ладно, я извиняюсь, я реально на хуйни погнал бесу, прям вот, хуево, нагородил, в общем, чепухе вам тут реально, извиняюсь за вот эту вот всю хуйню, за всю вот эту вот прочую пургу и так далее. Так вот, Ревентрулиплей открывает свой новый проект в GTA Samp, но не совсем в GTA Samp, называться он, кстати, будет Redfire, так и вот, что они придумали? Они придумали, что этот проект, он будет как бы не в Samp, а он будет в отдельном клиенте, и даже больше вам скажу, они этой самой своей новой нано-техно-разработкой хотят вернуть вот какую-то былую популярность в Samp, вот какую-то славу в Samp вернуть и все наподобие того. Конечно же, лозунги звучат не так, а там, типа, люди, которые ушли когда-то там давненько из Samp, чтобы они могли там куда-то вот назад прийти и все это посмотреть. Я, в общем-то, посмотрел на все, что там вообще получилось у них, все, что они там сделали, как там, что за кадровый голос, что там, как делают и так далее. Могу сразу сказать, что это вряд ли будет пользоваться каким-то спросом, потому что что-то качать, что-то делать, опять лаунчер, опять какая-то хуйня прочая. И вот, в общем-то, кардинальные какие-то отличия, это в том, что, ну, в чем отличие? В том, что они поставят заменки, просто вот какие-то там, знаете ли, стандартные заменки и все такое. Я вот просто не понимаю, Ревентру или Плей, зачем для этого качать отдельный, то есть делать отдельный лаунчер, тратиться на каких-то там дизайнеров, на кодеров, на каких-то прочих людей, которые все это красиво оформят и все это красивенько сделают, и все вот это вот будет прям вот там именно вот так. Ведь намного экономичнее было бы расположить свой новый сервер, свой новый проект на клиенте Sampo03DL. Там тоже есть возможность подгрузки вот всех вот этих вот текстур и всего прочего, и там все это как бы максимально, так знаете ли, организовано получше. Тут надо будет думать все, как это будет работать, все там, как это все будет качаться, закачиваться, как там с оптимизацией, синхронизацией, со всем прочим говном будет, ведь код Sampo-то, он по факту закрыт и все такое, ну, непонятно, как все это будет. И у меня на этот счет есть вот одно такое, знаете ли, предположение, то для чего они вот будут использовать этот самый лаунчер. Сразу хочу сказать, что это только мои предположения. Я ничего не утверждаю, вполне возможно, что вы с моими какими-то предположениями и утверждениями в комментариях захотите поспорить. Милости прошу, пишите хоть 10, хоть 20 комментариев, где будете говорить, что я долбоеб, и я несу какую-то полнейшую хуйню. Мне похуй, мне абсолютно похуй, я пережил уже столько травли всякой, столько говна, блядь, там мамам писали, блядь, родственникам писали. Мне просто уже похуй, пишите все, что хотите в эти ваши комментарии, во всю прочую хуйню, пишите. Мне уже абсолютно, то есть, насрать вот на все это, на то, что вы там будете думать. Так вот, что я вам могу сказать? Вполне возможно, что когда, там знаете, у Ривента дела пойдут совсем плохо, упадет онлайн и так далее, можно будет кое-что сделать с компьютерами людей, которые установят этот самый лаунчер. Ну, что они могут сделать? Вариантов тут, ну, просто уйма. От какого-то обычного, там знаете, запустить майнер, чтобы где-то там процесс запускался и скрыто майнил, там для того, чтобы, там, основатели, разработчики Ривент Роллиплей могли купить себе новые, там знаете, машины, ламборгини, там, я не знаю, яхты, все прочее и так далее и тому подобное, до каких-нибудь, там знаете, энджиратов, для того, чтобы вот канал перепривязать на себя, до каких-нибудь там стилеров всех паролей, до всего-всего-всего-всего-всего. Вы можете меня спросить, а вот зачем Ривенту все это делать? Ну, вот просто зачем? Это же был сервер, там, знаете ли, от игроков для игроков, так сказать, от создателей для игроков и вот для всех прочих людей. А сервер, который обеспечивал такую, знаете ли, неплохие системы, неплохие обновления и все прочее, зачем они будут это делать? Не знаю, я и сам, как бы, не понимаю, зачем делать отдельный клиент. Ну, нахуя, если в тот же самп 03DL можно засунуть все то же самое. В самом деле, нахуя делать отдельный клиент? Если какие-нибудь, там, знаете, люди с Ривент Роллиплей отпишут мне в комментариях, то без проблем я, вот, как бы, приму вот эту вот точку зрения. Просто зачем? Ну, нахуя? Да, все, что можно сделать, все, что хочет сделать Ривент Роллиплей, вернее, там, знаете ли, дочерний уже, получается, какой-нибудь проект Redfire, все это можно реализовать в самп 03DL, при этом не затрачиваясь на дизайнеров, при этом не затрачиваясь на людей, которые напишут вот этот вот весь лаунчер. Зачем все это делать? Если только не для какой-то собственной выгоды. Ведь, по факту, сервера в сампе это один большой бизнес. И, по факту, они, как бы, должны на чем-то там зарабатывать. Но, каким образом? Каким образом они могут это делать, если, допустим, у Ривент Роллиплей дела пойдут плохо, если этот самый Redfire, он закроется. Те же самые каналы на продаже, там, на скупке продажи и так далее, они стоят достаточно много. Поэтому, если, мало ли, клиент скачает человеку, у которого был, там, YouTube-канал в куки-браузере, то это уже, как бы, считайте, денег заработано, конечно, немного, но, тем не менее. И я не могу понять. Хотя, возможно, что я сейчас несу полную хуйню, и Ривент Роллиплей просто хочет сделать какой-то, знаете ли, фирменный стиль. Однако, насколько я знаю, у Ривент Роллиплей и так дела сейчас идут не особо гладко. Потому что, там, знаете, и Вертеич их обманул, там, немножечко с деньгами. И сейчас, там, на юристов они тратятся. Какой-то подробной информации, там, нам не сообщают по поводу юристов и всех прочих людей, там, связанных с делом, вот этим, вот, Вертеичи и так далее. Все уже забыли об этом, а я об этом до сих пор помню. Я думаю, что следующий выпуск, кажется, мы стали забывать, я понимаю. И, типа, вы можете уже понять, о чем он будет, и все такое. Ну, просто, я вот, ну, мне вот чисто непонятно. То есть, если вот смотреть, как обычный человек, ну, вот зачем делать лаунчер, если, по факту, есть клиент самп, официальный клиент сампа, в котором, там, можно и вкладку хостут, купить, и все остальное сделать для своего, вот этого вот самого, для своего вот этого самого сервера нового Redfire. Зачем все это делать? Ведь, по факту, Ривент Роллиплей не хочет делать чего-то глобального. Даже если бы они захотели, там, полностью перереконструировать карту Ривента, типа, карту вот самого вот этого вот самого сампа, то они бы это даже в Samp03DL смогли сделать, я вам более того скажу. Конечно, не все бы там работало так, как оно работает, но, вообще, вы взглянете то, что хотят сделать Ривент Роллиплей. То есть, это даже, там, не какая-то отдельная карта, не что-то там такое. Они просто хотят подгрузить модельки Сампа, типа, модельки в Самп и так далее. А через вот этот вот обычный клиент Сампа 037. То есть, чтобы просто люди заходили и, как бы, видели вот эту визуальную хуйню, вместо того, чтобы на самом сервере все это было установлено. Для чего? Зачем? Нахуя? Причем, лаунчеры в большинстве своем случаев, они неудобны. Даже я вам могу привести с какого-то большого рынка, например, вот этих вот самых лаунчеров, где просто вот даже они получились плохо, не говоря уже о каких-то прочих вещах. А вот, допустим, кто-то видел лаунчер Ориджина. Ориджина. Я не знаю, называйте, как хотите. Вот кто-то это вообще видел? Вот этот ебаный позор, где просто невозможно разобраться абсолютно ни в чем. Ты просто смотришь на эту хуйню и говоришь, ёп твою мать, блядь, выколите мне глаза, сожрите их, блядь, а потом обратно их высрите нахуй, потому что это просто невозможно, блядь. Ориджин, там какой-нибудь Юплей и прочая хуйня. Единственное, у кого получилось что-то более-менее нормальное, это Стим. И вполне, там, знаете, возможно, как-то плюс-минус-минус на плюс умножить равно. Знак восклицания, знак вопрошения и так далее. Это Epic Games Store и всё такое. Только у него вот получилось как-то плюс-минус приблизиться к уровню Стима по интерфейсу, по удобности, по всем прочим фишкам. А тут просто какой-то клиент сам со своим лаунчером. Все лаунчеры практически всех серверов, я не знаю, что там выкатит сейчас Аризона, они все выглядят как какая-то конская параша. Я не знаю, кто их дизайнил, я не знаю, кто делал вот для них весь вот этот вот функционал, интерфейс и всё такое, но они, тем не менее, выглядят как эта параша, как просто конская какая-то, блядь, залупа. Я не знаю, кто этим на полном серьёзе может пользоваться, кто в этом серьёзно вот как-то может там играть и так далее. Мне вот это лично вот непонятно. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Ревентрули Плей, Редфайр, всё такое. Всем пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова